К новому учебному году готовы. 7 августа завершается приемка спортшкол. Все их в Иванове-10 обошла специальная комиссия, в которой специалисты управления образования, сотрудники Госпожнадзора, Росгвардии и Санэпидемслужб. Чтобы учреждение было готово к приему школьников, каждый специалист должен дать добро. Особенностью состава комиссии по приемке образовательных учреждений к началу учебного года в этом году явилось включение в состав комиссии сотрудников ГИБДД. И поэтому, безусловно, с их стороны именно это самое обеспечение безопасности дорожного движения, безопасности участников дорожного движения, коими являются воспитанники наших муниципальных спортивных школ, как бы вот это тоже наиболее важная такая задача. И с их стороны тоже предъявлено немало справедливых требований, которые мы, безусловно, и администрация города Иваново, безусловно, будет исполнять. В спортивной школе номер два каникул, как таковых, не было. Тренеры уходили в отпуска по очереди. Процесс подготовки будущих гимнастов не прерывали. У комиссии к спортшколе вопросов и замечаний нет. Осмотрели собравшиеся и ремонт в одном из залов. Специалисты перетягивают поролоновую страховочную яму для тренировок. Покрытие не меняли уже 10 лет. Условная подготовка к началу учебного года все равно есть. Где-то мягкие ремонты, усиление материально-технической базы, закупка нового оборудования. В течение года мы закупили при подготовке к новому учебному году страховочное оборудование где-то на порядка 300 тысяч. Это бюджетные средства. И общие около 200 вне бюджетных средств мы потратили на подготовку к школе. В конной спортивной школе областного центра проверка тоже прошла успешно. Оценили специалисты и косметический ремонт манежа. Здесь смыли старую побелку, покрасили фасадной краской, обновили плакаты, отремонтировали раздевалку. Ремонта здесь не было с момента открытия школы. У нас проблема сейчас одна самая основная. Утепление помещений манежа. Потому что занятия в зимний период, если ниже 16 градусов, минус 16 градусов температура, занятия у нас не проводятся. Проектно-сметная документация необходима, чтобы заказать проект. На эти виды работы требуется 600 тысяч. Обещают на будущий год выделить на проектные работы. А в дальнейшем там сумму покажут, какая выйдет. На подготовку спортивных школ к новому учебному году из бюджетов разных уровней выделено больше 7 миллионов рублей. Деньги идут на ремонт и обновление оборудования.